Друзья, привет! Сегодня поговорим о масляной пастели Малевич 36 цветов. Единственное, я из этой коробки вынул вот эти два мелка, ну типа золотой и типа серебряный. И на освободившееся место положил из муги, взял там, положил. Сейчас хочу коротко исполнить, прям коротко, скетчево, портретик. Ну а так о портрете можно тоже пару слов сказать, что масляной пастелью можно разный портрет исполнять. Похожие и не похожие, и всякое разное, но это может быть сложновато порой. Можно выполнять всегда маском, например, вот этот мой темнокожий господин индейец или африканец, не знаю, но он мне так понравился, что я быстро его исполнил 100 лет назад с Энелье. А с Энелье мягенько и позволяет как раз делать такие вещи вообще без всего, без подготавливательных рисунков, просто берешь скетч за 20 минут и вперед. И да. Но все еще, вот если говорить о некой повседневности, в этом плане лично для меня Малевич вот сейчас получается номер один. По понятным причинам в том числе. Потому что, да, с Энелье она профессиональная, все так. А если это стойкость пигментов, возможно, на этом супер долгая, высокая. Но цена такова, что особо не поработаешь, а развиваться как-то надо. Ну, не только развиваться, имеется в виду, ну, рисовать, работать хочется. Поэтому я очень рад, не знаю, как вы, что Малевич выпустил такую пастель. Конечно, многое зависит еще, ну, если не много, ну, в целом зависит все еще при раскрытии качеств Милка любого бренда. Это бумага. Вот. Какая бумага, как ведет себя пастель, на какой бумаге. Я, допустим, недавно заметил, что Малевич классно работает вообще на недорогих крафтах, скажем так. Типа, ну, не шершавых, а типа таких гладких, которые вообще у них плотность, там, не знаю, 30 грамм, 40 грамм, может быть, 50 грамм. То есть они как упаковочная бумага. В маленьких скетчбуках такие есть. Он так, по ним, чудесно скользит просто для всяких таких постоянных зарисовочек, что-то еще вообще идеальное. Если говорить о портрете, в частности, еще про исполнение Масляной пастелью, и именно говорить с позицией соблюдения пропорций, точности и прочее, что немного проблематично, в общем-то, в Масляной пастели. Но легко, допустим, мазнул, там, раз какая-нибудь линия вниз ушла, уже там глаз сместился в сумме, или там нос как-то исказился. Это вообще в Масляной пастели, скажем, запросто можно такое сделать. Ну, а Левич, конечно, укрывистая достаточно история. То есть небольшой нажим уже раз, слоек пошел. Ну, а вот с цветами сейчас будет какой-то совершеннейший экспромт, похоже. Они у него яркие, мощные. Что порой неплохо. Ну, не то чтобы порой это плохо, но как раз хорошо просто в наборе иметь более бледные, скажем, оттенки. И в том числе более, наверное, даже кое-где темные, но в то же время не очень яркие. И в этом наборе вот для меня лично не хватает, как минимум, темные, такой индиго-синие и, наверное, очень глубокие фиолетовые. Было бы здорово к теням. В Малевиче есть наборы фиолетовые, но они светловаты, в общем-то, по тону. Потому что мало того, что по тону светловатые, плюс еще они яркие. А в тени яркость совершенно не всегда катит. Но, в общем-то, работая остальными цветами, он все еще прекрасен, на самом деле. То есть можно делать очень интересные скетчи, этюды, рисунки и полноценная работа вообще-таки более долгие, что ли. И вот, например, момент, губы наносишь, и можно там буквально вылезть за рамки, уже как-то там мазнул не так, все, форма уже уйдет. Вот это можно считать, наверное, небольшой такой проблемкой масляной пастыли. С другой стороны, это не стоит, не думаю, точнее, что стоит так называть. То есть нужно как-то все-таки более широко смотреть на вещи. В конце концов, можно выполнить всякое масло и даже пускать где-то что-то уйдет, ничего. Вообще, в этом плане масляной пастыли можно так играться, начинать с разных цветов, зеленых, там, с оранжевых, с каких угодно. Да, конечно, ну, не знаю, сейчас, а, вот он. Вот скетч быстрый. Вот я начал его с зеленых. Ну, тут видно, но это очень такой быстрый скетч. И по факту, ну, видна какая-то зеленоватость, да, и можно сказать, там, лицо такое или сикое. Но это все стереотипы еще нужно помнить. То есть многие впечатления, которые мы испытываем, можно сказать, похож на зомби, на вампира, на кого угодно. Или на что-то еще. Это в первую очередь работают стереотипы некие ассоциативные такие штуки, которые, ну, просто образ, ну, ассоциируются с тем, что уже видели и с тем, что знаем. Так вот эти порой образы мешают иногда выходить за рамки каких-то восприятий более смело, скажем, да. И с этой точки зрения, наверное, можно заявить или призывать, что выходите за них, выходите. По-всякому исполняйте, все будет хорошо. Поэтому, мне кажется, смс-ная пастель. Вообще материал в этом плане номер один для любого человека, который особенно не умеет рисовать. Просто не, или там, только начал, или там, ну, окей, развивается как-то. Главное, как бы, без страха и упрека. Взяли и погнали. И, чтобы не нарисовали, будет классно, если там, в каком-то смысле слова, творить более, наверное, более, как бы это сказать, от себя, нежели постоянно соглядывать, кто как рисует, а как правильно. Главное, чтобы было радостно. И такие, любого уровня скетча, этюды, работы, как хотите называйте, они, скорее всего, если вам было хорошо, так иначе и другим понравятся. Сто процентов так бывает. Ну, как минимум, кому-то точно. Ну, я лично сам люблю такое, такие всякие штуки, необычные и даже наивные местами. Они самое оно, это и есть суть чистого творчества, объективность это говорит. Потому что, что такое вообще творчество, что такое искусство, это очень такие вопросы относительные. За что еще сразу прям полюбил молеть, что он классно растягивает. Я люблю размазывать. Да, однозначно, по укрывистости, Малевич очень близок к Мунги Софт Галлери. Ну, я думаю, в принципе, ничем не уступает, потому что, опять же, если зоне дать немножко отдохнуть, она там подпитает, и повторно он тоже оставляет след. Нормально. Вот, что я не люблю крупными мелками делать, так это глаза. Вообще какая-то боль. И как раз на вот этих этапах легко вообще выскочить. Ну, были одни глаза, а станут другие. Поэтому я, пожалуй, возьму карандаш Derwent Lightfast. Хотя, конечно, можно, ну, мазком тоже можно исполнять. Просто что, как бы сказать, отработать этот момент. Ну, кисти в этом плане проще, конечно. Контроль у кисти просто выше, и мазок более контролируемый. А мелком прижимаем, когда там не совсем видно еще, какой часть он прижимается, и поэтому могут возникать какие-то нити, следы. Так что карандашом такие вещи правятся очень хорошо. Lightfast вообще супер в этом плане карандаши. В принципе, Derwent, по-моему, Дрогвин тоже подойдут. Но любые карандаши на масляной основе. В общем-то, я даже карандашами Vista, артиста, да, по-моему, называются они, поправил. Хотя они ни разу не на масляной основе, но тоже еще могут работать. Хуже, но могут. Lightfast в этом плане более, естественно, годный, скажем так, карандаш. Потому что, ну, мягкий. Из всех мне знакомых материалов масляная пастель вызывала всегда больше всего затруднений в исполнении именно портрета. Но так как портрет эта штука все-таки очень относительная, его нельзя говорить там только по некой типа похожести, или точности, или там фотографичности, это относительно. Поэтому масляная пастель может, наоборот, позволять выполнять такие портреты, что сам маслом так специально даже будешь стараться, но не получится. То есть вот специфика материала такова, что если по цвету более-менее разобраться, чтобы сильно там не нагрязнить или не намудрить так уж совсем в цветах, то можно весьма смело брать и исполнять, и повторюсь, это будет интересно, скажем так, это будет живо, это будет кому-то нужно, вам может нравиться. Поэтому не стоит подходить в этом вопросе, скажем так, с позиции некого постоянно классического рисунка. Скорее всего, некой такой живописи. Вот тут вот точно живопись нас прикроет, если что, чего-то не наворотили, все еще нормально. Плюс, суть-то еще в чем, вот допустим, я делаю мазок, делаю мазок, а если все так мазочками, рассмотрим, ага, может получиться интересно, как-то еще попробовать. Поэтому и есть нюанс, что нужно отрисовывать, желательно по несколько рисунков, чтобы понять самим, как удобней, что делать. И это касается не только портрета, а в принципе. И поняв, как вот удобно организовывать форму или передавать некое пространство, брать и пробовать исполнять. Также бывает и сюжет непосредственно сам по себе, ну как бы не навязывает, что ли, ну принуждает, и так лучше раскрывается, окей, когда работаешь именно в определенной манере. Ну, технически, вот как раз, если так более-менее про телесные цвета говорить, у Малевича в наборе их практически нету, но более-менее вот это охра, по-моему, если так говорить о каких-то классических представлениях о телесных цветах. То есть еще пару таких рассветов, ну там розовые, тепло-розовые, и уже набор был бы богаче, к примеру, да. Ну вот тут как раз-то можно и подловить вот этот момент, который сложно, может быть, так осознаваем. Вот будь они, эти мелки, уже другими не начнешь работать, уже будешь там стремиться, как, ну вот если так начнешь, ну вот любой, если имеется в виду, человек начал делать, и он будет, ну как, мыслить стандартно, скажем так, правильно? То есть, примерно там на что похоже цвета тот и берет. А здесь этих цветов нет. Что будет делать человек? Рисовать тем, что есть. Это его тоже разобьет. Ну или как бы откроет новое осознание. Поэтому, ну, редко бывает, что что-то вот, какое-то положение дел, имеется в виду, что это обязательно плохо. Нет, это неплохо. Это так, как есть. Это вообще нормально. Поэтому, друзья, смело товарищи в ногу. Ну, смотрите, какой я взял цвет. Ярко-салатовый. Что будет, я не знаю. Честно, не знаю. Зеленые глаза. Ох, как опасно вот делать такие штуки. Можно не так мазануть. И привет. Кстати, в этом плане, именно карандаш, чем еще хорош, он не создает кое-где ненужные слои. В том плане, что... То есть, мы подстраховываемся тем, что слой там кое-где вот на правках этих не образуется. Ну, представь, я бы сейчас сейчас это поправлял мелком. То это хорошо. То есть, лишнего слоя нет. Нет риска замесов соседними мазками. Что они замешаются, будет какая-то мешанинка. Мазок, мазок, еще мазок. Можно чуть-чуть снизить синеву вот эту, которую я использовал в качестве утемнения. Ну, то есть, суть в том, что мы можем, в общем-то, ну, любые мелкие использовать. И главное, не париться там, типа, что вот цвет такой, вот цвет секой. Что есть, то есть. На этом, друзья, буду заканчивать свой этюд. Короткий этюд. Масляная пастель Малевич. Пишите комментарии. Увидимся в новых видео. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok